Всем привет! Вы на канале Наша жизнь в Америке. New life is my life. Сегодня у нас четверг. На улице солнечно. Температура 14 градусов. Когда стоишь прямо на солнце, желательно, около стенки, тогда тепло. Но если на тебя подул ветер, ты не около стенки, тебя ничего не отражает. В общем, дубак редкий. В общем, просто непонятно, почему градусник показывает 14 градусов, а ощущение как минус. Не 25, но просто ощущение минуса какого-то. Просто реально в Беларуси, я помню, в 14 градусов. Это лето было. Это нормальное такое, ну не жаркое, но это нормальное. Лето, это майка, это шорты и прочие дела. Сегодня мы встали утром, 6 градусов тепла всего, 6 градусов. Мы вышли, блин, дети мерзнут, все кукожатся, все в варежках. Люди в угах ходят. Я дышу прямо, чувствую холодный воздух. У нас еще горло подбаливает. Прямо вот глотать больно. Ну, как ребенок какой-то. И дышать прямо не хотелось. Только ничего железного не лежит. На улице просто прямо вот дышу и чувствую, что не хочу дышать таким холодным воздухом. Пришел домой, хочется пить горячий чай и кофе. И сейчас вот Марина прочитала в интернете, что там пишут, что до нуля к нам придет. Мы вообще не у нас, а в некоторых, скажем, в Южной Калифорнии в некоторых аккаунте будет... До нуля ночью. Это просто... Люди, мы вымерзаем. Мы вообще как бы не о том хотели записать. Да, ну это просто про погоду. Вот видите, вроде солнечно, все красиво, а настолько переадаптировались, что уже просто до смешного доходит до какого-то. Просто мерзнем, блин. Ну ладно, мы хотели сегодня рассказать. про то, как мы учим английский язык, с чего мы стартовали. И, в общем, речь пойдет в большей части даже про Маришку, потому что она у нас после детей самый главный студент в семье. Давай, студент, Мишки. Ну, изначально английский мы начали учить еще в Беларуси. А давай скажем про уровень. Какой он был в Беларуси? Что ты могла сказать? Ну, я могла поздороваться, могла спросить, как дела, могла сказать, что откуда мы родом. Это очень сложная фраза, особенно здороваться и спрашивать, как дела. Их сидят и учат прямо вот. Откуда мы приехали? Ну и все. Да. Ну я просто говорю, что «Hi, how are you» — это просто вот самые серьезные фразы, и над ними люди тратят где-то семестр как минимум в Беларуси. Но мы учили, в общем, мне кажется, изначально мы, конечно, занялись в Беларуси не тем. Мы стали учить английский по программе Lingua Leo, и там больше шло… Ну, может быть, и для меня это было не… Мне этот вариант не подходил. Там шло более правильное написание слов. Мне это, скажем… Ну, там как бы всего по чуть-чуть напихивают. То есть, ты как бы выбираешь, что ты хочешь. Сначала словарный запас набирать, или там грамматику, или чтение, или что. Ну, на тот момент, когда мы начали смотреть эту программу, у тебя английский был нулевой. В школе ты больше учила… В школе, когда я училась, я учила английский, но у нас сложилась личная неприязнь с учителем, я английский вообще не знала. Начинала с немецкого? А потом учила я немецкий уже. А, ты начинала с английского? Да, я начинала с английского. Но у нас с Лилией Владимировной, здрасте вам, сражились личные неприязненные отношения, и в общем, я была в классе очень редко. Когда я там была, я поручала твою, ходила счастливая домой. Вот. Но потом, позже, когда я поступила учиться, я решила… У нас стояло на выбор, можно было учить английский, можно было немецкий, но уже… Так как ты уже английский выучила, ты решила и немецкий. Пора брать немецкий. Ну, в общем, ты подтягивалась за нашим, ну, за белорусским президентом, скажем так, да? Он же сколько языков знает? Английский это… Белорусский, русский – три, да? А немецкий… Как он там говорит? Нет, ты скажешь, проехи всюду, а через что? Он говорит, так это же по-немецки. А, ну, тогда и немецкий. Четыре. Ну, так и ты решила уже не отставаться. Ну, в общем, и я стала учить зачем-то немецкий. Непонятно даже. А в чем, какая мне разница, бро? Или английский я не знала, или немецкий пришла, я не знала. Ну, в общем, это бро и прошло, и стали мы учить по лингвалео, и… Ну, тогда Саша только родился, в общем, мне до этого лингвалео бро примерно я открыла, посмотрела. В общем, я настаивал, оно не шло, Маришке было неинтересно, и вообще как-то… Ну, тогда мы еще начали его даже читать еще, когда еще даже не знали, что выиграли, да? Ну… А потом все казалось, ну, потом, ну, завтра, ну, с понедельника… Ну, в общем, обычная схема нормальных людей. Да, и вот когда мы уже сюда приехали, с Сашеньки было годик с чем-то, мы поняли, что… Ну, около двух. Да, что учиться все равно нужно, и… Ну, какие-то слова, фразы уже цеплялись просто в окружении, ты где-то что-то слышишь, что начинаешь… Ну, если бы он немножко пару слов запомнили, какие-то правильно? Да, да, да. А потом приняли решение идти в Адалтскул, это школа для взрослых, там даже есть классы, где можно приходить мамочкам с грудными детками, вот. Ну, я, Саша оставался с Сережей, я ходила в школу, я занималась по четыре часа в день. Да, четыре электричества. Четыре. Сразу скажем, что это бесплатная школа. Это бесплатная школа. Для всех, кто хочет подтянуть… Да, и даже если вы находитесь в стране по туристической визе, даже если у вас нету какого-то там статуса, то вы все равно можете приходить, и вас оттуда как бы не выгонят. Просто единственное, что там такая как бы… Вы можете прийти и в середине, когда вот идет обучение, но вам скажут, допустим, сейчас классы заполнены на сто процентов, ожидайте. И потом, когда освободится место, то вам придет на e-mail письмо, вы оставляете свою почту, что освободилось место и, допустим, ну, вот как у нас. Мы пришли регистрироваться, нам сказали, что места все заняты, вы сможете приступить только с сентября учиться. Ну, хорошо, хорошо. Это был, кстати, март месяц. А через неделю пришло сообщение на почту, что освободилось место, если вы хотите, то во вторник уже как бы приходите на занятия. Давай расскажем, как места освобождаются. Очень большая текучка. Что очень строгая текучка, ну, кто-то… В общем, начнем с того, что очень строгие правила. И забежим вперед, скажем, почему текучка. Потому что, ну… Алла? Текучка из-за того, что, во-первых, большинство людей учатся, которые работают. Кто-то где-то, может, не успевает на работу. Кто-то, ну, еще по каким-то причинам. Много людей семейных, правильно? Там все взрослые. Да, да. То есть это взрослая школа, да. И поэтому… Ну, у кого-то может как-то что-то по каким-то причинам не получаться. А правила очень строгие. Три пропуска. И все. Свободен. Потому что желающих учиться много. Мест мало. И поэтому из этого и вытекают правила. Если ты хочешь учиться – учись. Если ты не можешь учиться – не ходи, не занимай место другого. Поступить туда, как бы, достаточно легко. Если ты хочешь… Есть несколько уровней. Опять же, начальный, средний и… Ну, высокий уровень. Если ты хочешь попасть на средний или на высокий уровень, то тебе нужно какой-то, ну, как бы, тест пройти, чтобы показать свое знание. Мы сразу пришли, сказали, что у нас знаний ноль, мы хотим сначала быть. И все-таки просто тебе говорят, к скольки приходить. Вариантов обучения было утром с 8.30 и до часу дня. И вариант мог быть вечерняя, как бы, школа. Ну, нам больше… мне больше подходил утрешний вариант. Потому что дети в школе, Сережа с Сашей. Ну, и Сережа с вечером работал. Ну, вот. Ну, еще скажем… Извини, я тебя перебью. Когда поступали, мы пришли, там все разговаривают на английском. То есть весь персонал англоязычный – это и американцы, это и иммигранты. То есть они и на чистом языке говорят, и с акцентом, и русскоговорящих там не было. Поэтому как-то вот… На пальцах. Да? Все объясняешься либо с переводчиком, либо на пальцах. Прямо начинаешь, как говорится, с поступления учить язык. И потом пару русских было. Ну, потом расскажешь там кто чего, да? Ну, учеников. Ну, это просто ученики были. Ну, расскажешь просто, остановишься. Ну, вот. Ну, все, и началась учеба. Учеба была четыре дня в неделю. Понедельник, вторник, среда, четверг. В пятницу занятия не было. Учебники? Тетрадки. Учебники, тетрадки, это все можно, ну, свое было носить. Учебники можно было покупать. Они стоили два учебника 30 долларов. Но можно было… Учительница распечатывала для всех, кому нужно, кто не мог купить. Мы покупали… Почему покупали? Ну, наверное, потому что… Сейчас, я понимаю, можно было не покупать, можно было… В принципе, рекомендовали покупать. Рекомендовали покупать. Ну, и… Когда делали ксерокопию, а говорили о цветах, то было сложно говорить о цветах, по черной ксерокопии. Ну, и начинали мы учить вообще там… Самое первое, что у нас… Нам раздали листики, это нужно было, грубо говоря, попробовать заполнить документы себе. Типа, там вот написано «my name», и ты должен вставить… Понять, где тебе имя, вставить свое, где что. Потом… Учили мы язык на примерах заполнения каких-то документов, на том, чтобы оправиться, допустим, на рент квартиры. Мы разбирали о том, вот, допустим, как… Несколько объявлений учительницы распечатывала о съеме квартиры. Мы разбирали всякие эти, там, сокращения, что значит, что сингом, что значит вабав. Ну, там, ну, вот такое вот. То есть… На жизнь, на жизнь, как бы мы учили. Да. Дело в том, что не просто начинали язык учить по буквам, по словам, а начинали сразу учить с того, что пригодится тебе завтра в жизни. Да. То есть снимать квартиру, идти в поликлинику. В больнице, допустим, распечатаны… Не рецепты, а… Как это правильно сказать? Вот наклейка, которая сзади на лекарствах идет. Инструкция? Нет. Ну, инструкция, аннотация. О лекарствах. О лекарствах, да. Вот это… На всякой вот такой вот, там, допустим, как заполнить документы. Я очень хорошо помню, что мы долго заполняли документы для… Когда ты приходишь первый раз к врачу, и ты, как родитель, заполняешь, ну, анкетку листов формата А4, там, 6-5. А ребенке вот это вот мы несколько раз заполняли. Ну, и по картинкам очень многое учили. В общем, обучение полностью привязано к жизни, то есть, не какие-то абстрактные рассказы, а начинается с того, что вот прямо вот то, чем ты живешь. Да. Завтра ты идешь в аптеку, вот ты будешь разбираться, или завтра ты ведешь ребенка в больницу, вот ты уже будешь знать, как заполнить. И учитывая то, что некоторые вообще приходят с нулевым языком, очень много картинок в книжке. Очень. Она в принципе… Она похожа даже, скажем… На детскую. Как на букварик. На детскую. То есть картиночка. Вот мужчина в костюме, собачка бежит за мячиком. Да. Вот. И вот так вот начинается обучение, то есть с азов. Ну что, ты сейчас давай выходи, газуй. Да. Да. А я тебя жду в парке, и потом мы продолжим ваш рассказ. Да. Беги. Прямо отсюда. Да. Все. Все, жду звонка. Моришка в колледже решает организационные вопросы. Я ожидаю ее в парке. И вот решил вам показать, как наши гусики греются. На солнышке пощипали травку. И отдыхают себе, как красивые птички. Я их сейчас немножко подкормлю. Beebosa Катилка Красивый такой. ��ылкосадский. Катилка Пойду еще каких-нибудь птичек найду. Маришка уже показывала вам этот парк, это озеро. У них здесь очень часто фитнес проходил, они ходили вокруг всего этого озера. Вообще это очень красивое место, здесь очень часто мы приезжаем отдыхать, кормить птичек. Не знаю, что это за птички, что это за порода, очень интересные такие маленькие черные, они плавают, хотя у них перепонок практически нет на лапах. Сейчас я вам покажу, такие маленькие перепонки совсем. Сразу собираются. Все, ребята, больше у меня ничего нету, две печеньки. Остальное гуси съели, все, бегут ко мне. Сейчас смогу показать вам их лапы, вот такие вот интересные. Птица, лапы покажи, покажи лапы. Утка обыкновенная. Утки большие перепонки, у этих какие-то очень маленькие, как плавнички можно ставить. Что-то поругались, наверное. Вот на этом острове они живут. Они туда все ночью забираются, к вечеру, там их кормят. И у них, наверное, там домики есть какие-то, я не знаю. Вот так. Вот так вот. А рядом с пальмами, если вы присмотритесь, стоят такие высокие столбы и там сетка натянута. Это отгорожено гольф-поле. Субтитры сделал DimaTorzok На территории парка установлено много вот таких вот столиков с лавочками, с барбекюшницами. В любое время сюда можно приходить со своими углями и делать барбекю. А мне позвонила Маришка, надо уже за ней бежать, она уже там все сделала, что ей нужно было. Поэтому я сейчас бегу, забираю и мы продолжим рассказ про Adult School. Пока я иду, покажу вам поближе поле для гольфа. Видите, оно там за сеткой. И там вот люди ходят, играют и ездят на электрических машинках для гольфа. А здесь летом целый день работают фонтальщики для детей, для взрослых. Можно раздеваться и в клавках растекать под ладой и солнцем. Там еще дальше есть бассейн и специальное место для шлифордистов и экспедиции. Детамированная площадка, по-сотним препятствиям, где мы будем кататься. Кататься и тренироваться. Ну все, я за Маришкой и продолжим наш рассказ. Субтитры сделал DimaTorzok